приветствую вас мои дорогие друзья подписчики и гости моего youtube канала у нас очередная часть или можно про мне искать очередная серия из подборки таких вот частей что же мне попалось при разборе 300 монет иностранщины вот тут мы узнаем что же есть интересного какие каталожные цены на данные монетки и начнем сегодня у нас тут испания и китай о японии извиняюсь и японии монеты японии тут такие вот специфические монетки вот 25 тасс для тех кто не знает все монетки принципе как бы одинаково единственное их не отличие это у нас вот здесь вот циферки вот там видно 80 стоит то есть у нас 25 тасс 1975 года и циферка 80 начать каталожная звезде каталожная цена у нее выше 8 гривен вот так же самое вот это уже тоже самое 25 тасс тот же самый год но уже циферка здесь там у нас какая 79 то есть у нас уже ценник почти 8 гривен принципе по цене они все одинаковые вот и имеют много различий так именно вот этих вот цифрах следующая наша монетка это 5 тасс ой 5 пассеты я извиняюсь 5 пассеты вот тоже вид нашу 80 циферка 81 звезде значит у нас цена 6 гривен вот вот этих 5 птасс вот еще я птассовую пассеты извиняюсь этот уже у нас алюминиевый легкий год 84 цена почти 10 гривен это одна из дорогих таких монет именно этого периода следующий у нас есть такая вот монетки вот 5 5 5 пассета так же самое здесь такая вот звезда везде видите 78 то есть 75 год вот 75 год здесь 78 каталожная цена 4 гривни в принципе все они здесь 75 года вот этот вот верхний ряд 75 вот но разные разные циферки здесь у нас 78 по моему если не ошибаюсь вот семьдесят восьмого года или восьмого года это надо смотреть в лупу так что здесь разные циферки принципе цена от них колебится от 4 до почти 6 гривен следующие у нас к вашему внимание это у нас будет 5 пассеты только уже более а это более старые у нас уже периоды это у нас период 8 а то 89 то есть восемьдесят девятый год у нас и шел без без уже без звезды вот 5 пассет без звезды без без какого года каталожная цена 7 почти 8 гривен и 66 по моему года не восемьдесят четвертый год восемьдесят четвертый тоже тоже никаких там звезд нету уже цена у нас идет 4 гривня вот следующее что же я хочу показать вашему вниманию представить это у нас один пассет также сама монетки здесь разные каталожные цены тоже то есть монетки одинаковые но вот звездочкой циферки плохо видно какой на 175 год сейчас попробуем их таких смотрю это видно не будет не видно через эту луку если очень близко приложить то видно какой же там назад то тоже все монетки отличаются вот именно от вот этих вот цифрах внутри вот все цены у нас колеблется от 3 гривень аж до 22 гривень вот каталожные есть также и по 5 но надо смотреть вот эти вот циферки данных звездочках здесь у нас 66 года вот какого же у нас там циферка то где она циферка то циферка 19 хорошо видно али 61 наверно все таки потому что нету 66 ну вот там как то так оно что-то не хочет усилиться так красиво то показывал вот не хочет мне видно то ничего вот вот в принципе я на звездочку настроил но не хочется на том фокусируется не нравится все там фокусировалась ну вот такое вот все отличие вот этих вот данных монеток в принципе разные цены разные стоимость и вот пять писать я таких ненавидно или показывал с таким вот изображением орла вот так же самое здесь имеется звезда здесь имеется циферка вот год у нас семь пятьдесят седьмой их очень множество каталожная цена от шести гривен и выше вот зависимость от циферки которые вот там вот звезде есть вот все они у меня 67 года но разного как говорится разного периода вот так вот что еще вот ну вот эту еще монетку сейчас покажу тоже на собой представляет тоже тоже такая вот легенькая алюминиевая у нас она у нас алюминиевая вот сейчас посмотрю ее каталожный год у нас шестьдесят шестой где у нас тут ход вот шестьдесят шестой так же само в звезде должна быть циферка тут она конечно такая меленькая сейчас я попробую посмотреть через лупу вот у нас по ходу семьдесят третий ой не год а цифра в число в этом цифре ой везде циферка семьдесят три вот каталожная цена в этой данной монетке семь пятьдесят ну почти восемь гривен вот следующее у нас я вашим хочу ваше внимание представить это так наверно подвинем нашу камеру более на другую вот здесь у нас монетки японии японии ну самая распространенная в японии это одна иена каталожная цена данной монетки вот разная в основном все они недорогие по две гривни изучать их очень тяжело вот здесь есть иероглифы вот и по этим иероглифам оно изучается их периоды и их года также у нас есть десять иен также само их изучить очень тяжело по этим иероглифам надо долго сидеть листать смотреть их у меня попалось две штучки каталожная цена в основном их пять-шесть гривен есть конечно и дороже будем изучать чтобы не выставлять группе в фейсбуке еще есть такие вот алюминиевые алюминиевые монеточки вот довольно они такие вот у меня есть здесь и в хорошем и в уставшем состоянии вот возьмем одну вот это у нас один сцен с изображением птицы выпускались тоже изучается по иероглифам вот они идут 1940 1938 1939 года каталожная цена у них очень довольно такая большая идет от 11 гривен до почти 17 гривен тоже изучать очень тяжело и вот такая вот ничем не такая не примечательная монетка это у нас один сцен тоже ну 41 42 43 периоды войны вот монетка вот такая вот каталожная цена довольно таки это тоже 10 гривен вот довольно таки интересная монетка кому нужна коллекция группа ссылочка на группу в описании заходим будут все монетки выставлены на продажу вот так что до новых встреч всем пока до свидания не забываем подписаться поставить лайк писать комментарии Продолжение следует...